Всем привет, ребят! С вами Стивен и я продолжаю играть в игру Shadow Fight 2. Сегодня нас ждет самый легендарный босс Сёгун, которого я должен каким-то непонятным образом пройти и надеюсь, у меня это получится сделать. Также, конечно, нас ждет в этом ролике и генерал, силохранитель, один из самых основных. Я надеюсь, мы пройдем их без особых проблем. И начну я, конечно же, делать это прямо сейчас. Готовился к ролику долго, не думал, что выйдет он прямо сегодня, потому что слишком много нужно было всего пройти, набить, заработать монет. Но, в принципе, у меня получилось это сделать. На данный момент у меня 25 миллионов. Я прошел как турнир, так и испытания. Кстати, в этот раз испытания и турнир были легкими. Не было по 6 противников подряд, которых нужно было одолеть. Поэтому сложности какой-то это не вызвало. Забираем награду. У меня уже 146 рубинов. Кстати, на данный момент на сайте, не на сайте, а в группе Shadow Fight 2 проходит конкурс на 300 рубинов. Если кому-то нужно 300 рубинов, то я ссылку оставлю в описании. Поучаствуйте в конкурсе. Возможно, вы как раз-таки победите и заполучите 300 рубинов. Было бы довольно-таки неплохо. Но у меня, к сожалению, нет желания участвовать в этом конкурсе. Поэтому обойдусь как-нибудь и без этих 300 рубинов. Но если кому-то нужно, то ссылку оставлю в описании. Вот, как-то так. Что ж, давайте посмотрим сейчас на Сёгуна. Если что, конкурс проводят разработчики, а не там какие-то сторонние лица. Поэтому это конкурс разработчиков. Так, что ж, и да, также в описании будет ссылка на Бусти. Если кто-то хочет, можете подписаться. Это очень прикольно, потому что там выходит много контента. А также есть еще и ссылка на мой Телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь, мне будет приятно. И это говорит о том, что вы меня поддерживаете. А это есть хорошо. Так, телоохранитель. Все, начинаем побеждать его, либо не побеждать. Сёгун. Генерал. Найди мятежника, называющего себя князем. Каждый его сторонник должен быть пойман и казнен. Используй все, что сочтешь необходимым. Повинуюсь, господин. Я отправил на его поиски своих лучших наемников. Они не подведут. Я про этот момент забыл. А я-то думал. Я вот говорил про то, что не будет такой херни. А нет, она будет как раз таки. Ладно, хорошо. Я думал. А я надеялся. А я верил. Ладно, понял. В чем прикол. Ну, тут на легком мне написано. Поэтому вроде как проблем основных не должно быть. Но казалось, казалось, все, что будет, все в разы сложнее. А тут вот оно что. Ага, хорошо, ладно. Бьем следующего. Неожиданно, неожиданно. Я забыл про этот момент, если честно. И не ожидал то, что тут какие-то наемники будут. Но ладно. Одного одолели. Следующий. Ах ты, блин. А вот следующий меня немножко покромсал так. Слегонца. Ой-ой-ой, ни хрена себе он кромсает меня. Жесть, половина здоровья. Ладно. Хватаемся вот таким вот образом. Тут я хотел добить. Но ладно, не получилось. Блин, вот это да. Вот этот жесткий наемник. Он потому что, блин, с таким же оружием, как и у меня. И он атакует приблизительно на таком же расстоянии, как и я. Из-за этого я не могу его подловить нормально. Хорош, одолели его. Но хотя он мне половину здоровья снес. Что не из хорошо. Надеюсь, я восстановлю хоть чуточку здоровья. Так, следующий. Следующий у нас босс. Кто же это? Точнее телохранитель, наемник. Не важно. Да, чуть здоровье мне восстановило. Это хорошо. Наверное, я откачусь. Хотя... А, блин, смысл-то. Слишком хорошее оружие. Не такое, как у Сёгуна, конечно. Но хорошее оружие на деле. Думал магию нанести. Но с магией здесь небольшие проблемы. В том, что оно бесполезно будет. Я не прокачивал ее на 36-й левел. Поэтому двигаемся дальше и переходим к какой-то недоженщине, что ли. Это не женщина. Это наемник-мужчина, скорее всего. Просто больше похож на женщину с короткими волосами. И с прессаком четким. Эллиот Пейдж. Это ты? Так, ладно. Ова. Хорош промах. Ну ладно, мы хватаем ее. Отлично. Его точнее. Но это... Это же не она. Это он. Так, и вот тут вот одолеваем. Отлично. И еще пару ударов. Хорош. И последний добивающий. Ага, не получилось. Бросаем сюрик. Побеждаем. Все, на перфекте одолели этого наемника. Чуть больше еще я восстановил здоровье. И сейчас нас ждет, как вы видите, такой вот жесткий персонаж. Снова наемник. Ладно. Я рад. Я рад тому, что мы одолеем сейчас самого злостного наемника. Наверное. Так, он ударил по мне. И вот тут вот контратака. И далее. Блин, я думал его закинуть немножечко. Но не получилось. А, нет. Магия нормальная. Кстати, урона наносит. Странно, что я ее не наносил вообще никак. И, как вы видите, мне 801 тысячу накидывает. И бонус я посмотреть не могу. Ха. Посмотри, как быстро они улепетывают. И не возвращайтесь, неудачники. А, ну и вот рекламу я думал сейчас прокрутит. А она лаганула. Так, что ж. Я вернулся чуточку еще дальше. К Сегуну снова. И давайте попробуем пройти уже непосредственно вот этого персонажа. Генерала. Не ожидал я наемников. То, что они на меня набросятся. Да и генерал мне ничего не сказал. Это очень странно. Но будем сейчас смотреть, надеяться и верить, что тут будет хорош. Так, атакуем генерала вот таким вот образом. А, он потерял оружие. Ух ты. Ух ты. Разворот вообще сделать не могу. Так. Подлавим его вот таким вот образом. И одолеем по-быстрому. Это же все-таки генерал. Его одолеть будет легко и просто. Я думаю. Это не Сегун. Ух ты. Разогнался я вот этим оружием. Наносить урон хоть какой-то. Давайте попробуем по максимуму нанести. Это, кстати, еще у меня способность работала. Поэтому такой нехилый урон нанесся с 35 уровня. С 35 уровня магии. Что не так плохо. Маршал. Я получаю новую награду. Маршал. 9 миллионов 300 тысяч. И я знаю, ты не щадишь побежденных, князь. Но какую бы карту ты не приготовил, для меня она не сравнится с гневом Сегуна. И, в принципе, остается только лишь один Сегун. Я не знаю, даже прокачивать мне броню либо не стоит. Но сейчас я подумаю. Все-таки я подумал. И прокачивать я дальше персонажа не буду. Попробуем все-таки Сегуна одолеть вот таким вот образом. И вновь встречаю тебя. После стольких лет. Где же ты был все это время? Неужто нашел себе еще страну, чтобы разорить ее своими алочностью и глупостью? Вижу, посланные тогда мной убийцы были не совсем бесполезны. Ты лишь жалкая тень того князя, что я знал. Говорит нам Сегун. Играет супер жуткая прям музыка. И, наверное, прямо сейчас я должен каким-то непонятным образом одолеть этого Сегуна. Не знаю, как сейчас будет. Не знаю, как было раньше. Но мне кажется... Я отключил нечаянно... Что происходит-то, ё-моё? Меня там бьют. Да, вот я хотел что-то сделать. Ладно, все, ребят, играем. Играем. Я немножко заложал тут. Так, окей, давай-давай-давай. Упасть его. Хорош. 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 Так-так-так-так. Хватай. Вот так вот. Отлично. Положили его. Но у него защита сработала. Да, очень классное, кстати, зачарование. Очень крутое. И мне надо, видимо, будет прокачать оружие. Потому что здесь оно через раз работает у него. Блин, не могу к нему подобраться. И у него, видимо, пробитие блока есть. Потому что он мне как будто бы его взял и пробил. Ой-ёй-ёй-ёй. Так. Взмахнул. Но. Угу. Ой-ёй-ёй. Блин, магия. Чё я отстоял и ничего не делал? Блин, ну рам второй. Ладно, я там закосячил был. Поэтому можно простить эту не очень шикарную. Да, блин, я же до него добрался уже и даже ударил. А он по мне сюрик просто нанёс. Угу. Так, уклоняемся. Так, давай-давай-давай. Хорош. Перебрасываем его вот таким вот образом через плечо. И далее наносим урон. Блин. Вот тут вот я промахнулся немножко. Ничего страшного, продержимся. Угу. Так. Подходим. Отлично. Зацепил его один раз. При том, что... Нет, блин, ну как он заколебался своей магией? Как он так быстро её копит? Нет, он вообще в идеале может её накопить. Потому что по нему половина только урона проходит из всего того, что я наношу. Поэтому вполне возможно. Вполне может быть. Очень долгий, видимо, видос получится. Ладно. Так, атакуем дальше. И это ещё он способности свои не юзает. Это он просто меня бьёт и всё. И он ничего не делает. Так, ладно, ладно, ладно. Давай, добивай. Я хочу просто на способности хотя бы посмотреть. Охренительный урон. Просто охренительный урон. Так, давайте его вот таким вот образом положим. Счёт 1-1. Но мне кажется, дальше он меня рвать и метать просто будет. Нужно чуть лучше прокачаться по броне и наносимому урону. Так, уклонились. Так, 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 так. Ну, нужно не давать ему вообще... Ох, он выбил у меня оружие. Капец. Ну, и вот тут вот помощь прилетать начала, да. Жёсткая тема, жёсткая. Уклоняемся. Так, так, наносим урон. Хорош. Приложили немножко. И вот так вот запрокинули. Да, он меня тут приложит без оружия. К тому же я без оружия. Я его пытаюсь бить без оружия. Вы прикиньте? М-да. Но если бы я его ещё хватал, хотя бы периодически, а не просто лупил по нему, хоть какой-то толк был бы. Потому что я близко нахожусь, но поймать его вообще не могу. Это очень странная ситуация на деле. Так, так, давай, ну же. Ну, хватай его. Ну, что ж ты не можешь его схватить? Серьёзно, что ли? Здесь мне вроде повезло. Я успел уклониться. Но, как вы видите, игра считает, что нет. Не одолею, мне кажется. Я его всё-таки. Скорее здесь будет проигрыш. Ну, попробовать стоило на деле. Попробовать стоило. Вообще всё срабатывает. Защита на защите. Хрена себе. Ну, вот как? Я же уклонился, я за его спину стал. Как он по мне урон нанёс? Это очень странная ситуация. Угу. Так, ладно. Не, я отомщу ему, я отомщу. Мне, в принципе, не проблематично. Здесь нужно выйти, чтобы реклама не сработала. Сейчас я прокачаю персонажа, и всё, ему хана будет. Просто-напросто. Ждает, да без проблем. Ждает, да я не против. Ждает, хорошо, нет проблем. Я подожду, я подожду. На самом-то деле. Мне несложно подождать и при этом одолеть его. Заодно и сюрики вкачаю. Почему нет? Спасибо. Всё, через 5 минут, ребят, я вернусь. Так, ну, надеюсь, я прокачался только что. И, в принципе, всё должно быть замечательно. Да, первый раз я, к сожалению, проиграл. Ну, такое вполне может быть. Поэтому... Что ж, пробуем ещё раз, уже более прокачанными, атаковать этого Сёгуна. Надеюсь, в этот раз всё получится, либо я снова закосячил. Вот, это вопрос интересный, конечно. Многие я особо не использую. А надо бы, конечно, тоже это делать. Да ё-моё, да и не вижу ничего. Жесть, конечно, здесь и примесь просто. Ммм, давай, 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 давай. Хорош, ну, хорош, хорош. Защита снова. Так, и тут с защитой. И сзади, и сбоку удар. И меня добиваются. Счётом 3-1 я проигрываю. Хам здесь просто-напросто. Это невозможно. Мне снова копить, что ли, на то, чтобы хоть как-то пройти. Так, три раза выцепили. Удивительно. Блин, вот тут он меня законтрил. Да, капец, две тени за... Две секунды? Что за бред? Да, блин, третья тень не даёт... Сука, подойти не даёт. Мразь просто. Не даёт подойти вообще от слова совсем. Это жесть. Ладно, пробуем снова. Пробуем снова. Возможно, это будет победный результат. Пока что всё очень печально. Всё очень плачевно. Он контрит каждый удар. Не даёт ничего сделать. Просто гнида, а не персонаж. Гнида. Ну, блин, ну какого хрена ты бьёшь по воздуху? Пожалуйста, тень. Ну, не тупи ты. Блин, ну... Ай, что это такое? Ну... Ммм... Давай, 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 давай. Подходи. Вот, наконец-таки. Так, отлично. Положили. Далее. Атакуй. Вот, пробили блок. Отлично. Перевернули. Но здесь полегче, конечно, играть. Не выскакивает теней, которые ему помогают. И то сложно всё равно, если так задуматься. Мгм. Я подхожу. Он удар наносит. Я подхожу. Он отходит. Ммм, да. Вообще непонятно. Какие-то перекатывания одни. И всё. Сколько раз сработала защита? Честно, я не знаю. Так, счёт 1-0. Я прошёл, конечно, но... У меня всего-то 99 секунд. И оставалось 41. 50 секунд я возился с ним. Так, отлично. Контрат атаковали. Ну, здесь я облажался немножко. Так, уклоняемся. И вот тут вот. Ну, вроде я нанёс урон же. Но я подошёл к нему с атакой длительной. Давай. Хорош, выцепили. Мгм. Так, так, так. Тут он, конечно, закосячил. Давай. Нет. Мгм. Да, блин. Опять путаюсь в тенях, когда эта тень появляется. Вот дополнительно эта тень. Прям путаюсь очень серьёзно. Так, так. 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 Да что ж такое-то? Да, блин. Ну, как он контрит-то? Он отходит и контрит. Нет. А, он победил. А, я победил. Он победил. Я победил. Но я не понимал вообще, что произошло. Эх, не помешала бы мне здесь прокачанная магия, конечно. Не помешала бы. Это сто процентов. Ой, нет, 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 нет. Только не разгон вот этот вот. Ой, ёй, ёй. Нет. Ох, он чуть за кометы полетели. Жесть. Так. Давай. Давай, давай, давай. Вот так вот. Отлично. Давай. Вот так вот его опрокинули. Давай. Атака. Блин, ну что ж там происходит? Давай. Ну, блин, схватил бы ты его и всё. И проблем бы не было. Ах. Да почему он его не хватает? Ну, что это такое? Ну, игра. Почему нам не показывается, как хватать персонажа? По какой причине этому не учат? Просто интуитивные какие-то хваты, захваты. Эти, которые срабатывают через раз. Вот опять я сколько раз его пытался у стенки схватить. Непонятно. Но очень большое количество раз. Угу. Вот, наконец-таки. Я его схватил. Я перекинул его и далее вот атаковать начинаю. Ну, вот здесь он, конечно, воспользовался моментом, пока его тень меня атаковала. Ну, дополнительно. Я не знаю, как её назвать по-иному. Угу. Ой, блин. Повёлся. Так, подойти поближе. Поближе. Чтобы он магию не успел заюзать. Это самое важное. Угу. Так, бросаем его. У него защита срабатывает. Отходим. Ударяем. И далее пару ударов. Давай. Счёт 3-1. Мы его победили без какой-либо прокачки. Идеально. 3-1. Ну, конечно, с третьего раза. То ли с какого. Но всё равно это круто, то что я его одолел. Ну и что ж, смотрим, что он нам скажет. Нет, не верю. Невозможно. Я Сёгун. Я непобедим. Ты... Ты хочешь отобрать мою империю? Никогда. Да, твоим именем пугали детей перед сном. Я же принёс людям порядок. Я дал им империю. Мой народ не покорится какому-то князьку. Таинственно-нефритовая печать, полученная от Сёгуна в жёстком бою. Одна из шести частей. Ключа от тёмных врат. Взять печать. Хорошо, мой ученик. Теперь у тебя на руках все шесть печатей, что закроют врата теней. Но не радуйся раньше времени. Нам ещё предстоит достичь самих врат. Неплохо. Ты получил новый 37-й левел. И, в общем-то, мои умения возросли. И появляются врата теней, которые меня ждут. Но врата теней я уже буду проходить как-нибудь в следующий раз. И, как я понимаю, мне лучше всего для них прокачаться. Это каким-то непонятным образом взять какое-нибудь из новых оружия. И вот, скорее всего, это с 12 миллионов. И потом как-то уже ринуться дальше в бой. И, соответственно, прокачать церемиальный доспех со шлемом. Когда я это успею сделать, я не знаю. Но, возможно, это даже будет не завтра. А уже ролик чуть позже выложу. Но там будем смотреть по обстоятельствам. 20% шанс увеличить урон на 21% в течение 8 секунд после получения удара в голову. В течение 8 секунд после получения удара в голову. Что не так уж и плохо вроде бы. Но здесь, конечно, магия чуть быстрее будет копиться. Надо ли мне это? Непонятно. Поэтому, наверное, ярость боли изучим. Да, скорее всего, изучим ярость боли. И заберем, конечно же, награду. Ну и плюс 6 печати у меня есть. И поэтому на данный момент нужно как-то пройти врата теней. А, да, точно. Врата теней нужно пройти. Но это уже буду я делать в следующей серии, естественно. Которая выйдет, возможно, не завтра. Но там вообще будем смотреть, когда она выйдет. На этом все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Такой вот достаточно емкий выпуск получился. Надеюсь, он вам понравился. Сегуна я все-таки одолел. Но врата теней нужно одолеть тоже. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. И до новых встреч.